Дом 2 Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина, и это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Хотя новая участница Кристина и заявила, что ей нравится Стас, активных действий по его завоеванию она не предпринимает. Возможно, не хочет торопиться, ну а может быть, побаивается Настя. Скоро мы это выясним. Ну а сегодня к нам вернутся Ольга Бузова и Солнце. Мы надеемся, что девушки с успехом завершили все свои дела за пределами городка и с нетерпением ждем их появления. Сегодня 258 день нашей телестройки. Володе нравится Маша. Она принимает его ухаживание, но не торопится создавать с ним пару. Настя не скрывает своих симпатий к Стасу. Однако он все еще не может избавиться от чувств Ольги Бузовой. Возвращение Солнца очень ждет май Абрикосов. Он всю ночь готовил своей возлюбленной сюрприз. Солнце. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Мы едем, едем, едем в далекие края, веселые соседи, счастливые друзья, мы едем, едем в далекие края. Молоток. Эй, ребят, подождите, смотрите, тут неровно, тут так, тут так. Я сейчас забью ее. Посмотри, тут так, а тут так. Здесь работа, профессионал, приходи дома и стой свою любовь. Дом-2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом-2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Сегодня вернулась Ольга Бузова. Стас, и, да, я знаю, что ты вчера весь день ждал. Ожидаю. Ну что, как встретил Ольгу? Ну, отлично. Я рад, что она немного, как сказать... Подзагорел? Нет, она не загорела, она немного набрала какой-то энергии, потому что ей было трудно постоянно. Вы понимаете, да. Поэтому она приехала с новыми силами, и она встретила родственник, пообщалась с друзьями. Всю эту обстановку ее разрядило. Я посмотрела проект два месяца. Декабрь и январь. Но мы так смотрели. Значит, мама со мной рядом. Я мотаю. Мама, стоп! Тут послушай, послушай, что про тебя говорят. Потом стоп! Тут посмотри, как ты сделала. Ну, какие ты выводы сделала? Наверняка твое отношение к некоторым людям поменялось. Не поменялось. Я знала, кто мне дорог, а кого держать на расстоянии. Тех девушек, с которыми у меня конфликты. Это Камила, Настя и Алена. То есть я еще увидела и определенные факты, и действия, и поступки, и слова. Я из-за этого не расстраиваюсь. Ну, хорошо. Вот сейчас с этим знанием ты приехала сюда. Ты уже наверняка по-новому взглянула на людей, на которых ты смотрела. И вот смотри, ты уже знаешь определенные проблемы. Ты знаешь, что Настя ревнует тебя к Стасу. Ты знаешь, что ей не нравится, как ты себя с ним ведешь. Ты знаешь, что Стас колеблется, и что у него есть какие-то чувства к Насте. Ты знаешь, что Рома по тебе скучал, и, наверное, был искренен во всем. И ты сама, наверное, часто видела мои разговоры с ним. Он просто ангел. Как он меня терпел, такую историчку. Я вообще... Мама мне говорит, ему памятник нужно поставить. Я на себя смотрела так, что, значит так, я обычный человек, смотрю и думаю на себя. Я думаю, вот дура-то, вот дура. На что ты предпринимать теперь будешь? Вот это ты уже извлекла некие уроки из того, что произошло. Мы все ошибаемся, это нормально. Дальше я... Какая твоя стратегия? Стратегия? Я не думала о стратегии как о поведении. Я знаю, с кем мне нужно поговорить. Я знаю, кто здесь врет, кто не врет. Я... Ну, кто врет? Настя, Алена и Камила. Ну, так, с девочек. Стас, как теперь будет дальше? Потому что я успела заметить то, что Насте... Ну, не очень было приятно, что ты так тепло, даже слишком тепло, встретила Олю Бузову. Как-то слишком тепло. Смерть не бывает. Ну, очень тепло ехать. Я встретил та же, как и все остальные, как и Маня. Нет, вот когда Настя приехала, по-моему, ты ее не так встречал немного. Ну, мне Ольга ближе, потому что мы достаточно долго с ней общаемся. Это для меня очень близкий человек, потому что мы другу доверяем. Я в ней вижу очень... Может, не больше, чем друг, но... По крайней мере, так. Значит, Олья для тебя ближе, чем Настя, да? Да, потому что, ну, нифига себе, мы с ней 9 месяцев живем. Я ей очень сильно доверяю. И были такие моменты, что и она выручала даже поставлять себя. И были моменты, что я ее выручал, поставляя ее. Мне главное, чтобы Стас был счастлив. Если он в ней увидит того человека, который действительно ему нужен. Просто Стас много вынимает. Хорошо, но ты разве не будешь его от этого отговаривать? Вот если он попросит твоего совета, что ты ему скажешь? Я скажу правду. Я скажу то, что я думаю, мало того, я с ним поговорю. Но ты будешь пытаться, может быть, специально приблизить его к себе, чтобы он меньше обращал внимания на Настю. Мне он громко нужен. Я не хочу, чтобы он... То есть мешать Стасу и Насте общаться, ты не будешь? Я ни в коем случае не буду мешать. Ни в коем случае. Единственное, что Стас многого не знает. Многого не видел. И ты расскажешь ему. Конечно. Я разговаривал с Ольгой Бузовиной эту тему и спрашивал. Мне было интересно, почему, когда у нее был реальный выбор между Стасом и Романом, она сделала свой выбор в пользу Романа и строит свою личную жизнь. Но при этом, как мне кажется, она кокетничает со Стасом, чем держит его возле себя. Она говорит, что она этого не делает, что она по природе такая. Но Стас достаточно серьезно на это реагирует. Ведь, может быть, честнее было бы сказать... Почему она не позволяет ему построить свою личную жизнь? Да, вот, непонятно. Вот это вот. Верно, абсолютно верно. Я согласна с этим. Есть мужчина... Собака на сене. Да, есть мужчина, есть Рома, которого она любит, говорит всем об этом, показывает это. И в то же время... То есть и так на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А тут получается еще минус один. Причем такой замечательный молодой человек, как Стас. Нет, я ей согласна. Оля вообще по природе, она такая... Она со всеми там... Иди по лькини, пофлиртует, позаигрывает со всеми. Я когда приехала, я ее из-за этого не любила вообще терпеть. Не могу, это все помнят, наверное, что смотрят Лиза с начала проекта. Я ее очень не любила. И потом я поняла, что это ее натура такая. Да мы все это понимаем, Маша. Ну смотри, она Стасу дает... Она наоборот, Стас, давай, вот эта девочка мне нравится, вот эта девочка мне не нравится. Наоборот, говорит, Стас, вот смотри, было бы хорошо, если бы ты с этой девочкой или с этой девочкой. Она наоборот хочет. Маша, например, вот дай сюда сяду, подожди, дай. Смотри, можно так сказать. Стас, вот обрати внимание, пожалуйста, на эту девушку. Я тебя очень прошу. Хватит, действительно, я люблю Рому и хочу тебе счастья, к тебе очень хорошо отношусь. Вот мне кажется, что Настя Дашку тебе очень подходит. Она действительно великолепный человек. Стас, давай-ка дерзай. Можешь сказать так. Стас, ну что ты, а что тебе Настя не нравится разве, да? Да ладно, по-моему, прикольно. Ну да, так ничего. Ну, по-моему, там, нормальненько посмотреть вместе. Вот так говорит Оля Бузов. И естественно, естественно, ты даешь человеку таким образом надежду, понимаешь? Вроде как дома. Я хочу, чтобы вы были вместе. С другой стороны, ну ты же все равно знаешь. Я просто как, ну о чем я хочу с ним поговорить? Чтобы он не торопился. Потому что если он увидит в ней женщину, если действительно он увидит в ней того человека, который сможет полюбить, чтобы он не торопился. Ну, может быть, это, Оль, все-таки не твое дело? Ты же не мама ему в конце концов. Я не мама ему, но это мое дело, потому что мне этот человек дорог. Я хочу, чтобы он был счастлив. С кем он будет счастлив? Это ему выбирать. Ты права, что я не вправе вмешиваться и мешать. Мешать совершенно не буду. Мне не нужно это. Я хочу, чтобы у него было все хорошо. И если у них что-то будет, да, я мешать не буду. Что вы Стаса записываете в какую-то жертву и в мученики? Что, у него своей головы нет на плечах, что ли? Подожди. Веденький Стас, мы замучили его. А ты думаешь, безответная любовь? Нет, хорошо, но это, может быть, мы немножко утрируем, Степ, но безответная любовь, это не всегда хорошо. Можно я скажу? Ну, подождите минуточку, у него есть своя голова на плечах. Он эту ситуацию прекрасно понимает, потому что она поднимается не первый, и не второй, и не третий, и не пятый даже раз в минуточку. Степ, ну с тобой же то же самое было, когда ты ухаживал за Ольгой. Она тебе отказывала, но тем не менее каждый раз давала надежду. Почему ты продолжала за нее бороться? Потому что она тебе давала надежду. Так же, как Степа-то всегда в свое время ревновала к девушкам, к другим, к Алене, так же и Стаса, ты не отпустишь. Мне кажется, это очевидно. Ксюша, женская ревность, она всегда есть и всегда будет. А Настя, когда не отпускала ни Андрея, ни Мишу, и Грю... Я же не говорю, что ты хуже, чем Настя, или лучше. Я просто говорю, что все женщины устроены одинаково. И если есть внимание, и если есть обожание, то ни одна женщина от этого не откажется. Естественно, если бы я была одна, то, конечно, может быть, я бы и специально им мешала. Но мне это не надо, у меня есть Рома, я его люблю. Я безумно соскучилась, я жду не заждусь, когда я его увижу. Но, конечно, может быть, лучший способ доказать и мне, и всем ребятам, что тебе Стас, как молодой человек, не нужен, и что тебе нужен только Рома, это просто не вмешиваться в его личную жизнь, не вмешиваться в его отношения с Настей. Я что могу сказать по поводу наших отношений с Томой? Я доказывать, никому не собираюсь ничего. Можно я подниму серьёзную тему? Поготовы сейчас отвечать на серьёзные вопросы? Это ты должен отвечать на серьёзные вопросы. Хорошо, но я коснусь немножко тебя в своей речи. Вспомним Анастасию Дашко. Когда были у Мани отношения с Михаилом, она резко переключала своё внимание на Михаила. Хотя по факту мы знаем, что Михаил в итоге Насте Дашко не нужен совершенно. Лучшее доказательство того, что Стас тебе не нужен как мужчина, это просто не вмешиваться в его отношения с Настей и с другими девушками, дать ему самому что-то понять, до чего-то дойти самому, если действительно она ему не подходит. Он это сам поймёт со временем. Может быть, не стоит в это вмешиваться? Я опять говорю, что я вмешиваться в отношения не буду. Но это мой друг, я его ценю. Я благодарна за всё, что он сделал. Ну а зачем ему рассказывать какие-то сплетни, которые ты где-то услышала или увидела? Может быть, лучше он со временем сам это поймёт, если это так? Ну, тут, не знаю. Также поведение Ксении Бородиной мы помним, да? Ну так, ну не надо, пожалуйста. Бородуль, ты говорила жёсткое нет Оскару, да? Но так как мы в замкнутом пространстве, и для него не было никому привязанности, он приставал к тебе, и тебе это нравилось. Нет, когда я сказал, когда... Да, мне это нравилось, я могу это признать. Но когда действительно я сказала жёсткое нет, когда мы серьёзно с ним поговорили, после этого у него была на меня обида, да? Но тем не менее, он уже начал говорить о том, что я попытаюсь там, может быть, построить какую-то там ещё любовь, что-то ещё, понимаешь? Ксюша, я подытожу, и я хочу сказать одну фразу, что несмотря на то, что ты говоришь жёсткое нет Оскару, ему приятно к тебе подходить, как-то там ап, ап, и это ему выбирать. Ты сказала нет, а он уже выбирает. Хочет он только вот игры в общении, или он хочет именно всё, свадьбу, бородуль и так далее. Хорошо, но я сказала нет, и, допустим, продолжаю кокетничать. Это моя ошибка, потому что я сказала нет, а получается, что я продолжаю себя так вести. Значит, это было нет, просто так сказано. Нельзя же взять, вот смотри, человек проявляет к тебе симпатию, ты говоришь, что нет, у меня другой молодой человек, и всё, вы что, не будете общаться? Вы будете общаться просто дружески. Но есть ли отношения... Очень сложно общаться дружески, когда тебе нравится человек. Ну что, девчонки, приехала ваша любимая Лодочка Бузова к нам на Дом-2. И я вот уже даже с ней поговорила, и могу сказать, что она смотрела серии. Мы тоже смотрели серии. И очень часто вас там видел, и очень многое теперь про вас знает. Вы не боитесь, что сейчас может начаться совсем другая игра? Ну, ты же знаешь, что я то, что в лицо говорю, я могу сказать и тебе, и ей это в лицо могу сказать, из-за этого она меня не любит. Но, если честно, я больше рада, что Сануце приехало. Её не было неделю, и прям такой уж дикий восторг, и ажиотаж был, когда она сюда зашла. Поэтому нам не до других. Я тоже совершенно не боюсь. Как бы она мне сказала о том, что я говорю, ну, как, каковолу хуже всех показано. Она говорит, что Камилу хуже всех показано. Ну, если хочешь, мы вечером с тобой поговорим. Там есть некоторые моменты. Я тоже смотрела серии, тоже знаю очень много, и поэтому я совершенно не боюсь, но мне очень не хотелось, чтобы она приехала. Я не буду высказываться негативно в её сторону. Ну, посмотрела и посмотрела серии. Она увидела и свои ошибки, и как она говорила, и для чего им домик вообще нужен. Мне кажется, им нужен домик для того, чтобы обсуждать там других людей. И поэтому это не только... И не только я об этом говорю. Ладно, блядь, он вот так напрягает. Это уже, это ужас, я её винию в него. Уже, блядь, она не стоит, я не знаю, как это сделать. Я очень не хочу, чтобы Слав был с ней. Очень не хочу. Я искужила ему. Ладно. Я знаешь, как... Я вот с Ксюшей сейчас разговаривала на протезе. Я же специально всё смотрела. Я и с Настей поговорю, я ей всё открыто скажу. Потому что, чтобы лишний раз не было таких ко мне претензий, что я лицемеренна, ещё чего-то. Я всё, что я скажу Стасу, всё скажу Насте, что я ей не верю. Что я считаю, что рядом со Стасом, с таким удивительным, добрым, мягким, интересным, мужчина должна быть достойная женщина. Девушка, которая изучала бы доброту, нежность, мастерство. А Настя, она другая. Во-первых, она легко может его в себя влюбить. Да. Очень легко. Потому что у неё жизненный опыт. Она была замужем. И Стас, поскольку у него не было очень долго девушки, ему очень нужно это внимание. Поэтому она влюбит его легко в себя. Очень легко. Серёжа, недавно Майд задал такой вопрос. Как ты считаешь, вы сможете быть ещё когда-нибудь вместе? Я задумалась. Как ты считаешь, если откинуть всё? Думаю, да. Думаешь, что мы будем ещё вместе? Я не так, а могло бы быть. Я же не пророк. В будущее заглядывать не умею. То есть ты считаешь, что может быть? Да, я считаю, что это реально. Я знаю, что в принципе, как бы он там не говорил, что ко мне в любом случае он нормально относится и положительно, и как девушка ему нравится. Потому что помните, что это в спальне, когда вы все были, когда вы со Стёпой ещё спали. Я так в шутку присела рядом. Помню. Помнишь, да, этот момент, когда он сказал? Когда Андрюхович был. Да, когда Андрюхович был. Когда он сказал, что там, вот на конюнку. А он тут как бы понял, что я его добиваюсь, да, в данной ситуации. И он расслабился. И расслабился. Вот он типа шах-пади-шах такой. Мне эта ситуация не нравится. Что за мужское самолюбие такое? Если ты мужчина, подойди сам. Что за расслабленные такие? Вообще кошмар. Ну ладно, если бы... Вот в серьёзном. Если бы у нас с тобой был бы секс, хотя бы один раз. Да. Он будет рисовать ещё раз, ещё раз, ещё раз. Да. Только что мы ругались. А вот так бы это всё и заканчивалось бы. Он относится к тебе как к данности. Я думаю, что он на самом деле верит в то, что он тебе нравится. Он видит твою искренность. И этим пользуется, потому что он хочет, чтобы за ним поухаживали, за ним побегали. Вот именно поэтому я сделаю так. Вот именно поэтому, чисто из-за этого отношения, чтобы спалось с него всё это спеть, понимаешь? Мне это не нравится. Вот я его добьюсь и сделаю так, чтобы вот так вот. Вот так направлять вот водочек. Посмотрим, как он побесится. Вот. Давай поспорим. Давай. Ладно? Ну, мне нужно время. Какой срок тебе нужен? У Алены. Ну, давай максимум. Максимум? Прям максимум? Да. Максимум. Так, чтобы вообще так прям управлять, да? Да. Три недели. Много? Много. Две. Давай на две, но минимум будет неделя. Минимум неделя, максимум две и самый предел три. Ладно, всё. Договориться, давай. А на что спорим? Спорим мы с тобой на... А мы потом договоримся. А потом даришь. Ладно? Две банки энергетика. Договорились. Договорились. Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдёт свою любовь, выгоняют. Дом 2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Здорово, чувак. Нужна твоя помощь. Мы тебе всю ночь сделали? Делали ремонт. Короче, нужна помощь. Да, вы сделали ремонт. Вы сделали ремонт. Знаешь, к чему? Надо шарики. Много шариков. Давай быстрее, Дебойси. Ольга, сделаем сюрприз. Бузы, что ли, а? В честь приезда. Ну, конечно, конечно. Надо быть много шариков. Не представляешь. Ты столько шариков сегодня надувал. Да ты что? Это расскажите Баби Физи. Я надувал столько шариков. Сколько тебе не снилось? Она будет в шоке. Пока она делает там... Так она... А её нет дома? Нет. Ты уже всё подготовился? Конечно. Ты чё, все шарики у тебя надувал? Давай, работай, Белоза. На всё, про всё. 30 минут. А, ты думаешь, да? Самое интересное, я завязываю. Нет, понимает. Он всё понимает. И, знаешь, если у Стаса будет чувство, если он... Наверное, никаких чувств нету, она его покупает. Оля, ты разве видишь? Она его покупает. То куртка, то ещё что-то. Она его покупает. Мне Стас уже это действительно приятно. И... Для меня он очень дорог. И я хочу, чтобы он был счастлив. Я не верю Насте. Не верю. Совершенно. Я тоже не верю. Я про это и говорю. Она приехала, когда в Слехарно стоят Настя, Камила и Алена. Я не помню точно, какие именно слова. То есть, да, я могу ошибаться. Но стоят, мне разговаривают. И Настя говорит, как я Машу ненавижу. И рассказывает, что вот, девочки, я купила много всяких приколов. Я с утра, завтра, я купила такой сахар в чай, который киналишь в чай. Он растворяется, и там черви. И я с утра, завтра принесу ей чай в постель. И я надеюсь, что она его выпьет и не заметит, что там плавают черви. Это сказала Настя, Аленя и Камиль. Что, что она это не сделала, это одно. Но сам факт, вот какая злость. Я надеюсь, что она... Я тебе прямо цитирую, да? Что я надеюсь, что она выпьет чай и не заметит, что там плавают черви. Не-не-не, это на день рождения. На день рождения, да? Ну, конечно. Спасибо. Мама! Ты посмотри, вот... Да? Расскажи это Стасу. Вот это возьми про чай. Расскажи Стасу. Представляешь? Расскажи Стасу. Мама говорит, что я, говорит, вот эти моменты перепишу на отдельную кассету. Мама! И что Машка потом это все посмотрела, потому что она и парит ей мозги, а ты веришь. Она тебя обманывает, а ты веришь. Вот. И, короче, так получается, что в итоге... В итоге... В общем, по поводу того, когда она приехала и сказала, что Маша про меня... Я посмотрела серию, когда Маша за меня за глаза говорит, а я ничего про нее не говорила, вот мне так стало неприятно, что она сидит на лобном месте и при всех, глядя честными глазами, врет. Маша, это же... Да, 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 да. Объективно. Объективно, да. Даже у врагов можно научиться чему-то хорошему. Мама, иди, иди. Ты че охренела? Что? Что? Что такое? Быстро в дом иди. Зачем? Иди давай. Зачем? Иди разбирайся сама, я ничего не знаю. Иди давай. Что случилось, Май? Иди, иди, иди. Че, что? Браточка, сейчас это случилось сразу. Что случилось? Что случилось? Что? Что я делаю? Давай вскоре. Что такое? Что случилось, Май? Не здесь? Иди. Аккуратно, не поскользнись только. А что? Вечно понотворят дел, потом разбирайся с ними. Май! Аккуратно, иди. Это, Оля, тебе. Есть. Это тебе шаг на 9 месяцев, который ты нам дарила, это тебе. А это к твоему приезду, чтобы у тебя настроение поделось. Не знаю, что с ними будешь... Какой бог! Не знаю, что ты с ними будешь делать. Стас! Ну, что у тебя настроение, пожалуйста. Спасибо тебе, Мишен. Ну как? Ну как? Сидел. Можешь хоть все полу. Нет! Можешь отправить? Я буду сегодня спать. А мне Май подходит. Оля, беги в домик. Там такое случилось. Такое случилось. Спасибо. Я хотел сделать тебе приятно, чтобы ты был в настроении. Если ты взяли, видишь, сколько... Спасибо огромное. Их сколько, в миллионах. Не знаю, сколько. Ты хочешь, что я делаю? Я просто говорю, пыдло меня вообще-то прям очень сильно. Я прям прижимновала очень сильно. Не показываю это, постараюсь это не показываю. Но у меня это вообще очень... Я говорю, иной раз мне вообще хочется сказать, блин, разбираться со своими, блин, что один, что второй, блин, что одна мозги парит, блин. У меня же такое ощущение, что ты скоро так сделаешь почему-то. Что одна мозги парит с одним и со вторым, что другой, блин. Ну вот так вот, все, вот так вот. Я настолько серьезно к этому отношусь, что у меня это каждый момент, у меня выбивает склей. И у меня все сразу начинается эмоция. Мне надоело, б***ь, я просто уже не знаю. Ну если я так поступлю, это слабость. Ну а если я так не поступлю, то я измотаю себе все нервы просто. Поэтому мне хочется вообще, вот знаешь, на все плюнуть, б***ь, б***ь, разбираться со своей кашей вообще сами. Вы сначала разберитесь в своих отношениях, а потом, блин, какие-то там, вот так вот. Бузова не отпустит, так просто. Я знаю. Я знаю. Но это нехорошо же. Это же очень хорошо. Ну, Настя, поверь мне, мы тут частенько делаем вещи, которые намного более красивые. Ну так, понимаешь, если она его уважает, если она его любит, то есть ты не можешь с ним быть сама, желая ему того, чтобы у него все было хорошо. Нет? Настя. Нет? Это помет 30-летняя. Ну, я знаю. Ну, смотри. Это помет мудрый. Мамочки! Я сам столько шаров еще никогда не видел. Я с ума не... Обалзи! Ольга, ты что сделал? Ольга, ты что сделал? Не что, он уже сразу 15 шариков. Дом 2. 8 одиноких девушек и 7 одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом-2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Сегодня приехали Оля и Солнце. Майя и Рома приготовили одинаковые ароматизированные сюрпризы. Майя покрасил домик, и там теперь пахнет краской, а Оля навестит Рому в больнице, где пахнет лекарствами. Встречайте, Ксения Савчак и Ксюша Бородина. Сашуля, я хочу сказать, что все-таки ты рассказал не обо всех сюрпризах, которые приготовили наши ребята. Ведь не только Рома и Май подготовили сюрпризы своим девушкам, но и Стас, я знаю, подготовил для Ольги Бузовой шикарный сюрприз. Оля, расскажи вообще о своих впечатлениях, о том, как ты увидела этот сюрприз, что ты почувствовала, и какие-то слова, может быть, для Стаса у тебя есть. Слова для Стаса я ему все скажу вечером. Ну что, давай же при всех, ну ты же неплохие, я думаю, слова. Неплохие. Хорошие. Хорошие можно при всех говорить. Об этом человеке нельзя ничего вообще плохого сказать. Вот, и я очень была удивлена, мне так приятно. Я видела, как, ну, с какой душой это было сделано от Стаса, мне так неважно. А что за сюрприз, расскажи. Я заходила, Майка мне пробегает, мы сидим с Манейкой, молтаем, сплитчем. Забегает Майка, Бузова, Бузова, у тебя там такой в домике. Я такая, а что в домике, бегу в домик. Открываю дверь, а там все в шариках, там нельзя помнить, там, я не знаю, сколько там, тысяча? Да, какой ты молодец. Ты долго готовил этот сюрприз? Давайте дать ему прохладку. Я просто еще хочу купить потом. Долго надувал, Жарик. Я хочу сказать спасибо Майе, потому что он помогал, у нее была ответственная работа. Он надувал, Жарики. И на самом деле хотелось сделать приятно для Оли, потому что вчера я встал, были плакаты, вывешены солнце, а Оле ничего. Но я взял на заметку. Причем, Оля, когда у меня был день рождения, она сделала для меня сюрприз, я искал девчонок. Я хотел ответить всей взаимностью, приготовить, на самом деле, сюрприз был на день рождения. Я думаю, что действительно очень понравился Ольге твой сюрприз. Стас, но ведь мы все знаем, что у тебя складываются какие-то отношения с Настей Дашко. Вы много времени проводите вместе и ни для кого-нибудь, что и ты ей нравишься, и она тебе нравится. Ты не думаешь, что вот такое повышенное внимание к Ольге Бузовой ей неприятно и, наверное, обидно? Я скажу, может быть, ей неприятно, но то, что я делаю, мне приятно делать для Ольги, потому что она для меня многое значит. Получается, что тебе все равно, что подумает Настя? Мне не все равно. Почему мне все равно? Я к Насте отношусь. Я не говорю, что у меня есть с Настей какие-то чувства, есть симпатии, но ничего большего. Нет, это мы знаем, но просто вот делай этот сюрприз, надувая шарики, развешивая их и готовя для Ольги, ну, такую приятную встречу. Неужели не раз тебе в голову не пришла мысль о том, что другой девушке, другой блондинке на нашем проекте это будет неприятно? Тебе, Ксюшка. Да. Наверное, мне. Идея возникала, но я пошел на пролом, потому что мне хотелось сделать приятность. Понимать, что Настя чувствует, что ей будет в какой-то момент приятно. Хорошо, я предлагаю уже дать слово Насте, чтобы Настя разъяснила нам ситуацию. На, я хочу сказать, что они давно друг с другом общаются, у них теплые отношения, и я, на самом деле, да, мне немного неприятно, но... Только немного? Немного неприятно, но это его, это его показывает еще лучше стороне, то есть он ко всем хорошо относится. Но ведь тебя он так не встречал, Настя. Ну, меня тоже по-своему встречал, он тоже мне подарил букет цветов. Что мы сейчас будем перечислять, кому он что сделал, я считаю, что это его в лучшую сторону показывает. Да, мне немножко неприятно, но они все-таки дружат, у Оли есть уже молодой человек, они просто дружат. То есть ты хочешь сказать, что ревности у тебя нет? Нет. Ты действительно думаешь, что Олю и Стаса связывают только дружеские отношения, и, соответственно, никакой опасности нет? Я считаю, что, может быть, со стороны Стаса, да, есть, а со стороны Оли нет, нет, потому что, если бы были какие-то чувства, мне кажется, они бы были вместе. А так она сидит, вот рядом только у нее, сидит с другим человеком и живет в домике совершенно с другим человеком. Хорошо, спасибо. Ну, это сегодня мой звездный день. Звездный день. Да. Я хочу сказать, что по вам я тоже очень сильно соскучилась. И поскольку ты, Ксюш, мы с тобой из одного города, во-первых, тебе огромный привет из Питера, я тебе сейчас эту штучку подарю, ты сразу все поймешь. Ксюш, 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 прикольно. Коротко, да? Конфет. Кладко. Радую, дайте тебе. Спасибо, Лиза. Хорошо. Солнышко, ты у нас сегодня тоже девушка-праздник. Девушка, которая к нам приехала, наконец-таки, наша долгожданная. И особенно мы тебя долго ждали. И вот мы... Это из-за челочек. Коробочку там с бородиной. Подарочки. Что же за какие-то сейчас опять раздача? Очень хорошо, что у вас плохое зрение, тут написано, подарки для участников телепроекта Донбасса. Мы из-за участников тоже рады. Да, там не подписаны для ведущих. Мы из-за участников рады. Я отдаю этот подарок нам, всем участникам, и вот передаю представителю. Ой, спасибо большое. Так, до свидания. Вам другое, вас рухнет вы. Вот. А еще, на самом-то деле, я столкнулась с тем, что, оказывается, у нас много фанатов, таких взрослых, они чудесным образом пришли провожать меня на вокзал. И одна женщина сказала, я смотрю телевизор, вы там картошку чистите, ручки свои портите. И подарила нам вот такие вот для чистения картошки. А еще, дорогим моим ведущим, моя бабушка связала носочки шерсток. Спасибо, бабушки! Я не знаю, там какие, где? Ну, все. Ну, давай, чмак. Спасибо большое. Бабушке, огромное спасибо и большой привет. Вот, мы теперь в носочках. Оденем пока на ручки носочки. Ну, что ж, а мы увидимся завтра на телеканале Тенте. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. У-у-у! Конечно, мне это вообще выбило из колеи. А зачем он это сделал? Как-то не нашел. Наверное, показать, что он раб. Ну, а что еще? Не обсуждала это с ним? Я не обсуждала с ним это вообще. Я вообще не хочу обсуждать это с ним сейчас, потому что я вообще в таком сейчас состоянии, что мне вообще ни с кем не хочется не общаться и вообще ничего обсуждать. Ну, ты понимаешь, значит, что рано или поздно все равно наступит такой момент, когда, ну, этот вопрос, он всплывет. Он всплывет, но я хочу, чтобы здесь был Рома когда-то всплывет этот вопрос. Пусть тогда он посмотрит их в глаза. Надо определяться, надо решать тогда, кто тебе нужен. Ну, ведь сейчас это была инициатива Стаса. Да, ну, давай, инициатива Стаса. Ну, я думаю, что Роме тоже это не понравится. Стас просто получается так, что ты Наске реально даешь надежду, понимаешь? Вот действительно, она же у нее к тебе сама. Я ее ничего... Она очень сильно изменилась. Она подобрела. Она стала очень-очень хорошим, добрым человечеком, который не стринит к тебе чувства. Вот зачем? Ты вот скажи, пожалуйста, думаешь, что у тебя сколько что-то еще получится? Я скажу так, потому что я, если... Как тебе сказать? Ну, мне очень важно здесь... Именно чувство, если я буду строить отношения с кем-то, я обязательно, я без чувств не буду строить. У тебя нет никаких чувств власти, кроме просто вот симпатичных. Если они родятся, то я буду только рад. Если они родятся, то я не буду против своих каких-то. Ты не сможешь никогда забыть Оргу, каждый день ее видя, понимаешь? Так не получится. Да не страшно. Ну, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты же сильный. Да я не знаю, что вообще происходит. Вообще не знаю. Хорошо, могла бы сюда прихать, там относиться более как-то спокойно ко всем. Но сейчас не знаю вообще, что происходит. После этого у меня выдавали скрыги вообще сильно. Ну, что влюбилась прямо в нем? Ну, наверное, не знаю я. Сама не знаю. Как-то летом мы приехали сюда. За проектом наблюдают вся страна. Мы мечтали спеть от кастингов, пройти и остаться. Чтоб любовь свою найти, 15 клевых людей. На проекте «Дом-2» знали Ксения Завча и Суша Бородина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...